Ежегодно в городе проходит конкурс «Семья года». Участники соревнуются за почетное звание «Многодетная», «Приемная», «Спортивная», «Творческая семья» и «Семейная династия». Итоги будут подведены в конце мая. Познакомимся с участниками этого года. В семье Цветковых талантливы все без исключения. Вечерами, собираясь вместе, папа, мама и трое детей мастерят поделки, рисуют, делают коллажи. Программу «Очумелые ручки» шутят домочадцы, можно снимать у них. Шедевр может родиться буквально из любых подручных материалов. Мне часто очень задают вопрос, когда вы все это успеваете. Я отвечаю, что мы просто не смотрим телевизор. Вместо того, чтобы сидеть смотреть телевизор, мы сидим и делаем поделки, причем разные, и развиваемся в разных направлениях. Эта обычная кукла, с которой любила играть Катя, стала жертвой собачьих зубов. Домашний питомец откусил кукле руку и погрыз туловище. Любая семья потрепанную игрушку выбросила бы, но только не Цветковы. Мы в один прекрасный вечер сели и сделали из коробочки печенье, посадили ее и сделали ей вот такое гнездышко. Навели ей марафет. Теперь наша куколка очень довольна. Друзья семьи называют квартиру Цветковых музеем поделок. На стенах картины и рисунки, на полках сувениры, деревья счастья и скворечники. Увлечения творчеством разделяют все домочадцы. Говорят, что совместный досуг сближает. У нас мама достаточно творческий человек, и так как она меня с детства к этому всему приучала. Мы рисовали, постоянно участвовали в любых конкурсах. И благодаря своей маме я именно такая же творческая, как и она. Это очень сильно сказывается на фантазии. То есть это очень сильно помогало и в учебе, и в жизни вообще. Цветковы участвуют во всех конкурсах и смотрах. У них есть дипломы за успехи в театральном искусстве, за картины, за лепку, за сувениры из теста. Свой мир они давно украсили, теперь принялись за окружающий. Насчет подарков друзьям и близким давно не переживают. Хендмейд-идеи буквально роятся в голове. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.